Привет, душа! Привет, разум! Меня зовут Ум. И я сижу и думаю, какого хрена я так много помогаю людям, так много для них делаю, и они всё равно остаются неблагодарными. Почему это меня гложет? Ну, здравствуй, душа! Здравствуй, ум! Тебя гложет, потому что ты это делаешь не бескорыстно, ты преследуешь какую-то цель. Если бы ты делала для людей бескорыстно, ты бы не страдал, ты бы не испытывала чувство досады, чувство разочарования, обиды на людей, потому что такие состояния на самом деле произрастают только из корысти. Поэтому загляни внутрь себя и реши, для чего ты делаешь помощь людям или вообще оказываешь какую-либо услугу. Если ты ожидаешь что-либо взамен, то это не бескорыстная помощь. Но если ты помогаешь бескорыстно, ты заранее смирись с любым исходом, с любым исходом, что бы ни произошло. Отпусти. Вот помогла и отойди. Помогла и забудь. Не носи это в себе. Если ты это делаешь, если ты хочешь, конечно, достигнуть понимания высшей цели, высшей помощи. Ну хорошо, душа, спасибо за объяснение. Я попробую поработать над собой. Душа, объясни, пожалуйста, почему меня гложет, что кто-то за мной повторяет что-то? Как что-то я скажу? Кто-то идет и копирует меня. Во мне это вызывает злобу. Что это такое? Что это за злоба такая? Объясни, пожалуйста. Что это за злоба такая, дорогой ум? Дело в том, что это желание, это гордыня. Это гордыня, это тщеславие. Из чего это все протекает? Из страха. Приехали. Корень страха. Также зависть. Ну, у зависти есть корень тоже. И это страх. То есть все дороги ведут к страху. Страх, что людей станет меньше. Страх, что ты не уникален. Страх, страх, что просто страх. Страх потерять все материальное. ты должна понять, какая у тебя цель и куда ты идешь и ради чего ты все это делаешь. Только тогда страх отступит. Страх отступит тогда, когда ты предашься Богу. Полностью предашься. Только тот, кто предался и не испытывает вожделения в душе, не будет никогда испытывать страха. Ну, хорошо, душа. Ладно, объясни мне такой аспект. Почему меня все хотят использовать? Почему я добрая, когда сплю зубами к стенке? Я добрая! Почему я все отдаваю людям, но при этом люди садятся мне на шею и хотят халявы? Почему они за спиной строят планы, чтобы обворовать меня, чтобы предать меня и чтобы на мне нажиться? Они хотят взять все мои знания, чтобы зарабатывать бабки, бабки, бабки. И они видят, они думают, что моя доброта это глупость и это тупость. И они за спиной смеются, говорят, она дурочка раз такая добрая. Что делать при этом, душа? Снова душа с тобой на связи. Я очень счастлива иметь с тобой этот диалог, дорогой ум. Потому что редко ко мне кто обращается на самом деле, все живут на уровне ума и этим ограничиваются. На самом деле тонут в бездне ада, в бездне страданий и тому подобное. А выйти на уровень разума, это нужно обратиться к Богу и к Писаниям, к ведическим Писаниям. Конечно, написанный по парампоре, то есть цепи ученической преемственности в неискаженном виде. Смотри, тобой все пользуются? А почему бы тебе не воспринять этих в твоем уме? Ты думаешь, что это враги тебе? А почему бы тебе их не воспринять как доброжелателей? Потому что враги нам на самом деле оказывают большую пользу. Они наши самые большие учителя, наши враги, наши пользовальщики, наши вытиральщики ног об нас. Это наши друзья на самом деле. Потому что мы воспринимаем все очень двойственно. Мы на белое думаем, что оно черное, а на черное думаем, что оно белое. И наоборот. Нужно перестать заблуждаться в этой двойственности. На самом деле не существует ни плохого, ни хорошего. есть только твое отношение. Если ты поменяешь свое отношение, что тебя все используют, что все плохие вокруг, что тобой хотят, ты такая добрая, тебя думают, что дурочка и смеются за твоей спиной. Да, пусть даже если так. Но тебе же это тоже пришло по карме, потому что возможно в прошлой жизни ты точно так же себя вела. И поэтому в этой жизни ты получаешь то, что имела в прошлом и даже ты могла уже и в этой жизни кого-то обидеть точно таким же способом. И сейчас тебе приходит расплата. Понимаете, понимаешь, моя дорогая, мой дорогой ум, понимаешь, мой дорогой ум, что в этой жизни все справедливо. В этой жизни ничего не бывает несправедливого. Все происходит по карме. Наша расплата за наши прошлые поступки. Единственное, что тебе нужно сделать, мой совет, принять, поблагодарить и отпустить. Все. Благодарность и принятие это большой ключ к исцелению души. души. Ну, хорошо, разум. Соблазняешь, соблазняешь. Ладно, я подумаю. А почему столько людей испытывают болезни? Почему вообще человек начинает болеть? Я вот все думаю, но ум, я как обезьяна, до туда, до сюда, и уже забыла, о чем думала пять секунд назад. Разум, объясни мне, пожалуйста, почему все люди болеют? Люди болеют, потому что испытывают глубокое неприятие себя. Люди болеют, потому что забыли, кто такой Бог, кто их создал. Они забыли о покаянии, они забыли о прощении, они забыли, что такое любовь, что означает любовь. Они принимают любовь за похоть, за внешние какие-то атрибуты, за ты мне, я тебе. Бескорыстности у людей сейчас не существует. Все хотят получить какую-то выгоду, вот поэтому и начинаются болезни. никто просто так не хочет ничего сделать друг для друга. Отсюда начинается конкуренция, отсюда начинается я, я лучше, я лучше, зависть, гнев, похоть, обида. А болезни начинаются, когда человек живет, обрекая себя на руководство этих пороков. То есть эти пороки руководят человеком полностью. И, конечно же, мы люди, мы состоим из вибраций, то есть человеческие тела состоят из вибраций. И на уровне каких вибраций вы существуете, такое состояние вы будете получать. Понимаете, если вы испытываете гнев, то ваше тело будет понижать вибрации и будет зарождаться любая болезнь. Поэтому вам решать, на каком уровне существовать. На уровне разума или на уровне ума. Приходи в школу здравия витокатарсис. Ссылка в шапке моего профиля. Витокатарсис обучает существовать на уровне разума. Витокатарсис 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 Витокатарсис